Благая, приятная, благословенная. Правда, нам приятно это слышать. Благая, приятная, благословенная. Именно такой мы хотим видеть в свою жизнь. Но порой из-за того, что мы слышим по телевидению или даже в церкви, все вокруг кажется таким мрачным, и что все вокруг плохо. Поэтому нам важно обращать внимание на то, что благо, приятно и благословенно. Особенно это актуально в сезон празднования Дня Благодарения. Наступает День Благодарения, ты чувствуешь, что вот она, настоящая осень. Несколько дней до этого была настоящая зима, но сегодня за окном осень. Погода прекрасная. Я люблю День Благодарения. Кто-нибудь здесь еще любит этот праздник? Это время, когда мы можем наслаждаться благами Земли, которыми Бог благословил нас. На самом деле, именно для этого и нужен этот день. Бог по своей благости даровал нам все это. Бог устроил все это. И могу я вам кое-что сказать? Я сказал бы это в любом случае. Но спасибо, что позволили. Мы с вами благословенные люди. Я разговаривал с моими детьми о жизни. Я сказал им, вы вообще осознаете, что мы входим в 5% богатых людей во всем мире? Если у вас есть автомобиль и есть работа, то вы входите в 5% богатых людей в этом мире. Мы невероятно благословенный народ. Это время, когда мы можем воздать Богу благодарение за Его дары в нашей жизни. Мы должны понимать, что за все, что мы имеем, мы должны быть благодарны Богу. Я хочу вам показать место из книги «Екклесиаста». В нашем плане чтения Библии мы как раз сейчас читаем книгу «Екклесиаста». Наш план чтения называется «Пути древние». Пребывайте в слове, друзья. Прошу вас, продолжайте регулярно читать Писание. Мне очень нравится книга «Екклесиаста». Я предлагаю вам посмотреть пятую главу, 18 стих. Дух Святой говорит через царя Соломона. А вот еще, что я нашел доброго и приятного. Оглянувшись на свою жизнь, он понимает, что жизнь — это просто суета. Это словно гонка за ветром. Ты к чему-то стремился, но в итоге все это не имело значения. Но когда он говорит о чем-то значимом, это дар от Бога, и поэтому я по-особенному фокусируюсь на этом. То есть это то, что по-настоящему важно. Он говорит, «Вот что еще я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. Нам дано не так много лет». Пастор Уоррен, к примеру, «Ну, сколько тебе? Может быть, 103 года? Разве это много? Тебе вообще 110? Нам дано не так много лет на земле». Но Бог говорит, «Я наполню их, чтобы ты наслаждался добром во всех трудах». Что значит «день благодарения». Мы наслаждаемся добром наших трудов. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. И далее сказано, «Недолго будут у него в памяти дни жизни его». Потому Бог и вознаграждает его радостью сердце его. Это великолепно. Это место описывает то, что Бог имеет для нас с вами. Это добрая, приятная и благословенная жизнь. Это Божий план для нас. Это то, что Он желает для нас. Это дар Божий. На Рождество я хочу открыть именно этот подарок. Господь, это тот подарок, который я хотел бы получить на Рождество. Такому подарку я буду очень рад. В День Благодарения мы отмечаем Божью благость в нашей жизни. Все, что Он нам дал. Все Его благословения для нашего наслаждения. Но в этом празднике есть еще кое-что. И это очень круто. День Благодарения — это время, когда вся семья может собраться вместе. Практически все, кого я спрашивал о планах на День Благодарения, я люблю спрашивать об этом. И почти все, кого я спрашивал, отвечали мне, «О, мы собираемся всей семьей. Приедут в гости мои дети. Я увижу всю свою семью». Итак, это время, когда вся семья в сборе, и еще одна позитивная часть. Мы откладываем работу в сторонку. Мы откладываем все трудности, различия. Мы просто наслаждаемся жизнью. Мы отложим на потом все, что нас разделяет. Мы соберемся вместе, будем смеяться, будем кушать запеченную индейку, и это будет прекрасный день. Это будет замечательное время, потому что Бог благословил нас. Это будет отличная неделя. Мы побудем с семьей. Проведем время вместе, отложив все дела и сложности. О чем это говорит? О единстве в первую очередь. Там, где есть единство и благодарное сердце, будет нечто прекрасное. Далее посмотрим, что по этому поводу говорит нам 132-й Псалом. Это один из моих любимых Псалмов. Когда я читаю какой-то Псалом, я думаю, это мой любимый Псалом. Потом читаю другой. Нет. Пожалуй, вот это мой любимый. И здесь говорится, как хорошо и как приятно жить с братьями вместе. Сестер это тоже касается, как приятно и как хорошо, когда братья и сестры, когда дети Божие живут в единстве. Пребывать в единстве всегда хорошо и всегда приятно. Смотрите, каким видит единство Бог. Он говорит, это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду. Бороду Ааронову. Если вы не знаете, Аарон — это первый священник. Почему здесь речь о елее? Когда Аарон был помазан в первой священнике, использовался елей. Это был важный момент в его жизни. Бог говорит, что когда мы отлично ладим друг с другом, когда в нашем доме единство, так же оно находится в нашем сердце, это подобно помазанию, которое я излил на первого священника всего народа. Только подумайте сейчас, насколько важно единство. Если вы хотите ощутить, насколько значимым был первый священник, поставленный над всем Израилем, вам нужно жить в единстве. И тогда вы переживете то, что не смогли бы пережить другим способом. Мисс Дарлин, мне нравится, что когда вы говорите «да», вы мажете головой, как будто не соглашаетесь с тем, что я говорю. Это даже мило. Правда? Дарлин и Сани — прекрасная пара. И дальше говорится, стекающий на края одежды его. Как роса Ермундская, сходящая на горы Сионские. Почему роса? Что это означает? Роса дает траве живительную влагу и помогает ей расти. Роса ей необходима. Послушайте, друзья, когда происходит наш рост, мы растем, когда мы находимся в единстве. Когда мы в единстве, мы насыщаемся и получаем все, в чем мы нуждаемся. И мне особенно нравится последняя часть этого псалма, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Бог говорит, что там, где народ собран в единстве и гармонии, там пребывает самое мощное святое помазание от него. И Бог заповедал, что в том месте будет пребывать благословение. Его повеление в том, что это место будет приятное и доброе. Бог заповедал это, и так оно и будет. Не знаю, как вы, но я хотел бы создать здесь такую среду для Бога, атмосферу, угодную Ему. Бог говорит, создайте для меня такую атмосферу единства. И тогда вы увидите, что я сделаю для вас. Подготовьте среду. Я заповедую, чтобы мои благословения пребывали там. Сегодня как раз начинается неделя. Когда мы можем пережить это особым образом, ведь это неделя, когда мы будем праздновать День Благодарения. Но что действительно вдохновляет, это что мы можем иметь День Благодарения каждый день нашей жизни. Кто-то для этого ждет конкретный день. Праздник пришел, мы отметили, и все. Но мы на самом деле можем жить по этому принципу всю свою жизнь. Мы можем иметь на себе святое Божие помазание каждый день нашей жизни. Все доброе и приятное от Бога может сопровождать нас в нашей жизни. В нашем доме, в нашем браке, в нашей церкви, мы можем иметь жизнь, когда Бог говорит, «Я благословляю этот дом, эту церковь, эту семью. я благословляю их». Не знаю, как вы, но я этого хочу. Единство, которое соединяет нас вместе, это благословение от Бога, которое приносит в нашу жизнь все самое доброе и приятное. И я хочу сказать вам, друзья, что для того, чтобы иметь единство, нужно прилагать какие-то усилия. Нужно смиряться. Но это того стоит. Мы должны приложить усилия и проявить смирение. Но это того стоит. Я вижу, я чувствую, что вы желаете пребывать в единстве. Чувствую это. Поэтому я хочу подчеркнуть, что для этого требуются какие-то усилия. Нужно проявить смирение. Я покажу вам пару мест Писания. Первое из них — это послание Ефесиным, 4 глава. Второе и третье стихи. «Со всяким смиренно-мудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». А это совсем нелегко. В этих словах так много смысла. Старайся сохранять единство Духа в союзе мира. Каждая часть этого стиха достойна отдельной проповеди. Старайся сохранять. Если мы хотим иметь единство и сохранять единство в нашей общине, в нашем доме, то мы должны быть усердны, стараться изо всех сил сохранить его. «Я люблю свою жену, и я в завете с ней». Если я обленюсь и не буду проявлять усердия в том, чтобы мы с ней были едины, единство утечет. Единство — это то, что мы должны постоянно обновлять. Поэтому Бог призывает нас обновлять себя словом каждый день. Мы обновляемся в слове снова и снова, и каждый день мы что-то приобретаем для себя. Поэтому нам всем важно понять, что единство требует усилий. Каким образом мы обретаем это единство? Когда мы проявляем смирение, кротость, терпение, снисходительность друг ко другу. Когда любовь находится в центре всего, что мы делаем. И если мы все это имеем, то единение привлечет за собой серьезные благословения. Бог благословит нас, но мы должны усердно стараться сохранить единение. Посмотрим еще одно место из первого послания Петра. Мне очень нравится это местописание. Даррен, ты говорил о том, что хотел бы сделать татуировку с этим местописанием прямо на голове или на лбу. Дружище, это бы служило нам хорошим напоминанием. Но что вам сказать, этот стих, пожалуй, самый мой любимый во всей Библии. Даррен, у тебя тоже этот самый любимый, да? Прекрасный стих. Наконец, будьте все единомыслены. Он снова и снова призывает к единению. Будьте все единомыслены, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудрые. Это указывает на наши действия, на то, какими должны быть христиане по отношению к другим людям. Вот что значит настоящее христианство. Не воздавайте злом за зло. Или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Я хочу обратить ваше особое внимание на следующий стих. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, уже проповедовал об этом, но позвольте задать вам вопрос. Мы говорим о том, что благоприятны и благословены. Кто из вас любит жизнь и хочет видеть добрые дни? Я думаю, все мы желаем видеть добрые дни. Здесь сказано, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Итак, что Бог говорит о единении? Вы должны следить за тем, что говорите. Мы должны тщательно подбирать слова, чтобы нам не разрушать друг друга словами, но только созидать. Поэтому мы должны быть осторожны в словах. Должны следить за своими устами. Помните, что жизнь и смерть во власти языка, поэтому наши слова представляют огромную важность. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Друзья, в этот день благодарения и после него давайте проявлять усердие в сохранении единства через следующие шаги. Я перечисляю четыре шага для сохранения единения. Вы желаете прекрасно провести день благодарения. Ведь так? Вы хотели бы, чтобы каждый день вашей жизни был полон благодарности Богу. Ведь мы призваны во всех условиях быть благодарными Богу. А вот четыре коротких шага, которые ожидает от нас Бог. Я верю, что это поможет всем нам. Вы должны быть настроены ладить со всеми. Найдите то, в чем вы можете согласиться. И помните, что компромисс — это признак божественной мудрости. Истинная божественная мудрость в том, что вы не только получаете, но и отдаете. Если в вашем браке этот принцип не работает, то ваш брак пострадает. Если ваши отношения построены не на том, что оба отдают и принимают, то такие отношения не будут успешны. Никогда не будет все только по-вашему. Вы должны научиться не только принимать, но и отдавать, любить и прощать. Мы должны искать то, в чем мы согласны друг с другом, вместо того, чтобы вечно акцентировать то, в чем вы не согласны. Хотите иметь единение? Найдите то, в чем вы согласны друг с другом, и стройте отношения на этом. Вы должны быть настроены ладить друг с другом. Есть люди, которые заранее настроены не соглашаться с другими. Они считают, что состояние конфликта — это признак святости. Я лично не считаю, что быть не в мире с людьми — это признак святости. Я считаю, что это неправильный подход. Не этому нас учит Библия. Следующий шаг — иметь желание и готовность к сотрудничеству. Мы должны быть готовыми к совместному труду. И далее у нас быть хорошим лидером или последователем означает искать мира. Вот что я обнаружил. Когда люди сотрудничают, работая над каким-то проектом, или вместе едут в лагерь, в палатках, или готовят еду для бездомных, или же мы говорим о семье, когда оба родителя участвуют в воспитании детей, то невозможно прийти к согласию и миру, если в отношениях царит гордыня и высокомерие. В таком случае нет желания работать вместе. Потому что когда вы желаете совместно трудиться, как мы видели в Писании сегодня, мы должны проявлять смирение, быть готовыми отдавать, а не брать. Мы должны искать Божьей мудрости. Это то, к чему нас призвал Бог. Это то, что называется истинным христианством. Бог нас к этому призывает. Итак, мы должны быть готовы трудиться вместе. И третий шаг — быть готовыми делиться друг с другом тем, что у нас есть. Наша жизнь должна быть сполна возможности разделить что-то с другими. Это то, что мне нравится. День благодарения. Каждый что-то приносит на общий стол. Я подхожу к столу и радуюсь. Вот это да, столько всего вкусного. Поэтому некоторые берут с собой большую такую тарелку. Я призываю в этот день благодарения. Не покупайте вашим гостям пластиковые тарелки. Пойдите и купите самые большие тарелки. Эти тарелки скорее похожи на поднос. Просто на столе. Столько разных блюд. А хочется попробовать все, ну, хоть понемногу. И когда я положу в свою сиротскую тарелочку всего понемногу, о, передо мной то, что благо, приятно и благословенно. И когда я набил свой живот всем понемногу, почему бы не подойти к столу за тыквенным пирогом? Дорогая, мы будем делать тыквенный пирог? И еще немного шоколадного пирога. Это уже сумасшедшее благословение. Помазание зашкаливает буквально. У нас будет шоколадный пирог, посыпанный орешками. И когда мы все это едим, мы наслаждаемся. Это благо, приятно и благословенно. А через часик мы сильно захотим спать. И если дети что-то захотят мне рассказать, или внуки будут прыгать вокруг и кричать, я постараюсь не закрыть глаза. У них будет хватать энергии бегать и прыгать, а я предпочитаю посопить. А они, шутя, снимут мой храп на видео. Дедуля! Разве это не прекрасно? В ранней церкви они делились друг с другом всем. Они были сработниками и говорили, «Все, что мое, это твое». И наоборот, «Все твое, мое». Они покрывали нужды друг друга. Они говорили, «Брат, не тревожься об этом». Такой должна быть церковь. И сегодня, в наши дни, мы должны делиться друг с другом своими дарами, талантами, ресурсами. Микаса-сукаса, я правильно произнес? Да, это по-испански. «Все твое, мое». Микаса-сукаса. Испански. Мы должны объединить все это воедино. Если мы всем будем делиться и объединимся, у нас будет потрясающий день благодарения. Только так мы сможем влиять на этот мир. Мы можем прийти к тому, что у нас будет как Библия. Никто не имел ни в чем нужды. Наше служение вдовам, служение детям, служение людям, вышедшим из мест заключения. То, что мы будем делать для уличных детей, о ком некому позаботиться, их воспитывает улицы, им некуда пойти. Вы представляете, каким будет их день благодарения на улице? Но мы можем это изменить, если мы будем в единстве. Мы способны упразднить зло, но при условии, что мы объединимся. Вы верите, что мы можем покончить со злом в этом мире? Разумеется, можем. Я верю, что мы должны это сделать. Бог призывает нас молиться о том, чтобы пришло Его Царство и была воля Его как на земле, так и на небе. Это и должна быть наша цель, наша молитва. А четвертый шаг у нас, мы должны иметь один объединяющий фактор, давайте сконцентрируем свой взгляд на Христе и осознаем, что Он – наше единство. Он – наше единство. Пастор Кейлоб, я думаю, возможно, мы бы никогда не познакомились, если бы не Иисус. Мы бы не делали что-то совместно, как сейчас, но мы занимаемся нашим служением вместе, благодаря кому? Иисусу. Что является объединяющим фактором в нашем браке? Я хочу спросить сейчас у моей жены Синди. Конечно же, это Иисус. Помимо того, что ты очень красивая, хотя это не объединяющий фактор, ведь я не красавец, но наши девочки – они красавицы, они похожи на Синди. Но самым объединяющим фактором, хранящим наш брак, является Иисус. Он – залог нашего единения. Я хочу вам сказать, Он на вашей стороне. Хочу вам еще сказать, Он защищает нас. Он защищает и хранит единство Церкви. Его присутствие – это все, что нужно. Он – все, что нужно. Вернемся к 132-му псалму. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». И следующий стих из Евангелия от Иоанна, 17-й главы. Это молитва Иисуса. Он говорит, «Да будут все едино, как я и Отец едино». Он добавляет, что весь мир узнает, что ты послал меня, когда осознают, что главная моя молитва, чтобы мой народ жил в единстве и согласии, жил в любви друг с другом, и когда мир увидит, что они единомышленны между собой и единодушны, когда они увидят, что ваши сердца бьются в унисон, они желают отдавать, исполнять волю мою на этой земле, исполнять свое призвание. Это может быть достижение людей для Христа, или делать учеников, служить нуждающимся и страждущим в этом мире. Он говорит, что если мир увидит, что моя церковь делает это в единстве и согласии, то они увидят, что означает благая, приятная и благословенная жизнь. Они узнают, что там, где Господь, пастырь мой, он сделает так, чтобы это место стало местом благословения, местом, которое достигает других людей и приносит благословение Божие повсюду. Всемогущий Бог может сделать это реальностью. Он заповедал, что там, где единение, там благословение и жизнь вовеки. Если мы будем в единении и будем благодарны, мы живем в потрясающее время. На этом месте сейчас я ощущаю мир. Давайте-ка все вместе встанем. Несравненный покой тут. Мы вознесем руки к небу, ведь наш Бог говорит. Я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Я буду двигаться посреди них, посреди молящихся. Отец, ты видишь единство в доме твоем, единство среди твоих детей. Пусть на этом месте будет все доброе и приятное от тебя. Да, Господь. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова